Прошло уже чуть больше недели, как в Кашхабрском районе стартовала массовая вакцинация от коронавируса. Прививку может сделать каждый желающий, если у него нет на это противопоказаний. Но особое внимание уделяется пожилым людям. Одними из первых вакцинацию в районе прошли жители дома-интерната Селана Тырбова. Всего в пансионате проживает 38 человек, 16 из которых уже переболели коронавирусом. Следует отметить, что болезнь у всех протекала в легкой форме. 20 января первый этап вакцинации от COVID-19 прошли 10 жильцов. Второй этап планируется провести 10 февраля. С момента прививки каждый вакцинируемый находится под пристальным наблюдением медработников. На сегодняшний день все они чувствуют себя хорошо. Алексей Гаврилович Гайдидеев – один из первых, кто согласился на прививку. «Скажите, Алексей Гаврилович, а какого было первым на вакцинации быть? Одним из первых?» «Ну как же, ну, вы знаете, вот со временем уже оно приходит. Уже узнаешь, что все дальше хуже, 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 хуже. Поначалу не верили, а сейчас видно, уже смотрят по артистам, уже многие президенты позаболели. И вот все доходит до ума, до знания, что надо как-то себя вести от строжек. «Навата, вы себя как чувствовали перед вакцинацией? Ну, боялись или…» «Ну, я же…» «Я же как-то не боялся. Идите то, что уже возраст такой, уже мы все пережили, уже и типы пережили, и гриппы, и все у нас такого не было. И восхали не идет, и уже возраст такой». «Сейчас после вакцинации как себя чувствуете?» «Нормально. Вакцинация прошла у нас неделю назад. В четверг было неделю. Нормально, все хорошо. Температура нет. Ну, а что еще, жаловаться». На вопрос, как вы решились на вакцинацию, 62-летний житель дома-интерната Владимир Михайлович Никитин ответил шуткой. «Да очень просто. Посмотрел юмористическую передачу, вернее, послушал по телевизору. Ирина Степаненко сказала, чхнула, вирус улетел, а корона осталась. Вакцинацию прошло 20-го. Побочных явлений нет. Ни температуры, ни этих самых. Вообще нормальное состояние. Температуру меряют, давление меряют. Там что там надо, какие лекарства, они все, пожалуйста, предоставляют нам». В момент приезда нашей съемочной группы вакцинацию проходили еще 9 человек. Только после предварительного осмотра врача-терапевта пациенту ставят прививку. По окончанию процедур мы поинтересовались у привившегося о его самочувствии. «Как себя чувствуете? Отлично. Нормально, отлично, хорошо. Человек должен больше не раз, чтобы противостоять коронавирусу. Я добровольный и сам». Для людей пожилого возраста одним из важных моментов жизни является общение с родственниками-друзьями, чего они были лишены в связи с пандемией. «Если раньше школьники приходили с музыкального центра, с Дома культуры, приезжали и другие, развитие и взаимоотношения, взаимопроникновение было, сейчас, ну, временно, понятно, что это не от хорошей жизни. В будущем все будет хорошо». Конечно же, хочется отметить коллектив пансионата, который делает все возможное, чтобы жильцы чувствовали себя комфортно. Марина Хубсорокова, Сергей Лобынцев, Новости Кашхабльского района.